Утомлённый солнцем, сильный духом и Олимпийский фестиваль Бобруйск принял масштабный форум в итоге Крок до Олимпу. Чем удивляли организаторы? Это большие итоги. Самые яркие информационные акценты недели от тех, кто видел всё своими глазами. Я Максим Кембель. Мы начинаем. Сертификат по ЦТ, экспресс-тесты и больше рейсов. Белавия расширяет географию полётов, куда могут отправиться белорусы. Фестиваль в итоге отгремел в Бобруйске. Как это было? Здоровья не купишь. Бобруйчане продолжают делать выбор в пользу вакцинации. Обезопасить нас и наших родственников. Кто следующий на укол? Аномальная жара. Летний зной в городе пагубно сказывается на самочувствии людей. Необходимо брать воду с собой, отправляясь на прогулку и выпивать не меньше полтора литров воды в день. Что советуют медики? ДТП в Румынии, Москва без QR-кодов и наводнение века. Более 130 человек погибли в результате непогоды на западе Германии. Сколько без вести пропавших. Возвращение к истокам. Масштабный форум в итоге на три дня прописался в Бобруйске. Шаг Олимпу гости фестиваля делали через образовательные семинары, уникальные выставки и конкурсы. На праздники побывали тысячи людей. Эпицентром финального этапа стал Ледовый дворец. Обо всем по порядку Карина Гуревич. Первый день начинается с открытий. В художественном музее необычная выставка «Кола Часу». Здесь представлены лучшие картины белорусских художников. И каждая уникальна по-своему. Отдельное место занимают работы юных мастеров. Ребятам от 7 до 12 лет. У них свой взгляд на белорусский спорт. Здесь 30 работ современных белорусских художников. Сама выставка называется «Колесо времени». И идея ее в том, чтобы показать связь этих поколений. Показать о том, что наша жизнь настолько быстротечна. И что в жизни нужно ценить важные моменты. Второй день форума. В плане семинара и встречи. Среди главных тем образования и продвижения новых проектов. Так молодые умы со всей Беларуси презентуют идеи в театре драмы и комедии. Педагоги же собираются в 34-й школе. В качестве спикеров – специалисты Белорусской Олимпийской Академии. Дополняет программу «Бобруйска-громаш». Здесь участники знакомятся с технологическим процессом, создания сельхозпродукции. Мелодичное завершение насыщенной пятницы – концерт органной музыки. Бобруйский глядач, он вельми запотребованный. Потому что в этом городе завсёдый шмат артистов, высоких узровнений. И поэтому завсёдый есть с чем поравновать. Поэтому приезжающим к Бобруйску, мы завсёдый рихтуемся, потому что ведаем, что это публика, какая шмат почула, побачила. И поэтому с такой великой отказностью завсёдый относимся до этих концертов. И вот финал. Третий день из ряда мил ожиданием и получается поистине незабываемым. Футбол, мини-гольф, прыжки в высоту и даже стрельба из лука. Десятки спортивных площадок размещаются по всей территории Бобруйской арены. И каждый, кто принимает участие, минимум в 12 активностях, получает по-настоящему полезный приз – фитнес-браслет. Я уже ходила на плавание и пойду на лёгкую атлетику. Может быть, ещё и на тяжёлую, на футбол. А ты вообще любишь спорт? Да, очень. Такие фестивали ценны всегда, потому что это как-никак популяризация спорта, популяризация движений спорта, которые… ну, дети пришли, они, может, дома сидят, они не видели вообще, что это такое, как это делается. И они просто это видят и потом в дальнейшем могут пойти по их стопам и заниматься теми или иными спортом. Под эгидой Национального олимпийского комитета и Федерации профсоюзов Беларуси мультиспортивный форум даёт повод по-новому взглянуть на понятие здорового образа жизни. На фестивале проявить себя в отдельных видах пробуют и взрослые, и дети. Самое главное, что искренние лица детей, которые могут сегодня попробовать разные виды спорта, и, возможно, кто-то влюбится в какой-то из них и впоследствии станет пускай не олимпийским чемпионом, а если олимпийским, то вообще здорово. Фестиваль масштабный, поэтому он пронесёт много радости и счастья нашим бобручанам, гостям города Бобруйска, всей Могилёвской области. На этой площадке демонстрируется наше коронное, наше белорусское искусство, культура, спорт. То, к чему стомятся сегодня белорусы, чем дорожат сегодня белорусы. Долетели до Бобруйской арены и спасатели. В прямом смысле. Вертолёт МЧС приковывает к себе внимание всех гостей. Рядом уникальная спецтехника и даже имитация дымовой комнаты. Кто хочет краску помирить, то хочет, если можно, сфотографироваться. В итоге помогают делать шаг к олимпу не только отдельным людям, но и целым предприятиям. На Бобруйска-Громаше современное мини-футбольное поле – подарок работникам. Теперь остается только улучшать свои результаты. Тем более, что все условия для этого созданы. У нас спортивные люди и действительно очень активно занимаются мини-футболом. У нас даже есть турнир, который внутри завода. Каждые цеха, каждое управление между собой соревнуются. Но когда наши ребята стали чемпионами Могилёвской области, мы поняли, что все-таки надо делать поле, потому что они заслужили свое поле своим трудом и своими стараниями. Наш генеральный директор с руководством нашего предприятия сделал нам огромный подарок. Мы призовые места занимаем на чемпионате города в области. А сейчас с таким полем у нас будет новая тренировка, новый старт, и мы будем стараться благодарить наше руководство еще раз. Отличительная черта фестиваля – многогранность. Соревнования – это ведь не только про спорт. На главной сцене молодые вокальные таланты. В конкурсе принимают участие более 20 исполнителей. Уровень – самый высокий. В жюри – известные белорусские артисты. В колонках – прекрасные и чистые голоса. Мы вообще занимаемся фольклором. Мы поем и танцуем так называемые побутовые танцы, которые танцевали наши бабушки. И вот мы это у них узнаем и танцуем, и поем их песни. Я была сегодня в жюри, и знаете, меня Бобруйск поразил, что у вас огромное количество молодых исполнителей. Все голосистые, но Бобруйск всегда был голосистый. Фестиваль тоже принимает подарки. Именно в Бобруйске форум получает свой собственный гимн. Песня «Быстрее, выше, сильнее» исполняет Руслана Лехно. Гала-концерт – финальный аккорд трехдневного марафона. На сцене известные белорусские артисты. Гюнеш, арт-группа «Белорусы», Александр Воронище и многие другие. Публика потрясающая, очень молодая, яркая, красивая. Все танцуют, радуются жизни. Класс! Приезжаю сюда уже второй раз. Это разрыв, это, не знаю, я зарядился энергетикой больше от народа, чем репетиции там, ну, в своей студии. Я влюбился в Бобруйск. Как атмосфера вам здесь? Мне очень нравится, очень атмосферно. Столько много людей, все вместе. Как будто мы все большая одна семья. Вот народное творчество посмотрели. Очень нравится, поэтому всегда смотрим. Всегда приходим. Именно для посмотреть на народные ремесла. Ну и концерт послушать. Фееричный во всех смыслах фестиваль покидает Бобруйск, но оставляет бесценную память, незабываемые эмоции и искренние улыбки. Даже дождь не помешал вытокам сделать шаг на пути к Олимпу. И на этом форум не прощается, а лишь меняет прописку. До встречи в Солигорске. Карина Гуревич, Ольга Васенда, Максим Галеонко, Павел Зуев. Итоги недели. В центре внимания экономика. В горы с полковниками подвели итоги первого полугодия. Среди главных тем – экспорт продукции, строительство жилья, работа промышленного сектора. Так, например, уровень запасов готовой продукции сокращается ежемесячно. Сейчас он самый низкий за последние 13 лет. В то же время растут объемы производства. В списке передовиков – Белшин, Олег, Промразвитие, Бобрусь, Агромаш. Большое внимание и к доходам бобручан. И здесь положительная динамика. В мае уровень заработной платы составил 1101,2 рубля. Для сравнения скажу, что к маю прошлого года увеличение превысило 17%. То есть 1175% к маю прошлого года. И не могу не отметить, что по темпам роста заработной платы наш город находится на лидирующих позициях Могилевской области. По маю мы на первом месте по темпам. Что касается июня, по оперативным данным уровень заработной платы составит не менее 1125 рублей. В целом, как отметил председатель горисполкома Александр Студнев, за первое полугодие город сработал неплохо. Но в то же время обратил внимание, что есть все предпосылки для дальнейшего роста. Поэтому нужно продолжать трудиться. Задача номер один – сохранение трудовых коллективов и повышение заработной платы. Затерянные в лесу, развитие телемедицины и централизованное тестирование. В Беларуси началась выдача сертификатов о прохождении ЦТ. Где их можно забрать? Громкие заголовки недели далее в специальном обзоре. В белорусских аптеках появились экспресс-тесты на COVID-19 отечественного производства. Это разработка Института биоорганической химии при Национальной академии наук. Они прошли клинические испытания и были официально зарегистрированы. Он определяет наличие вируса или антител в организме. Нужно только внести в его лунку каплю крови и подождать несколько минут. Напомним, что первые зарубежные образцы в стране начали продавать с начала пандемии. В Беларуси началась выдача сертификатов о прохождении ЦТ. Забрать его можно в пункте сдачи. Это должен сделать сам абитуриент, либо его законный представитель после подтверждения своего статуса. С собой необходимо взять пропуск и паспорт. Те, кто сдают тестирование в резервные дни, смогут забрать документ не раньше 23 июля. Напомним, срок его действия – два года. Белавия расширяет географию полетов. Так, уже увеличили частоту рейсов в Стамбул, Тбилиси и Батуми, а также количество чартеров в Египет и Турцию. Прорабатывается вопрос с Казахстаном. Чтобы обеспечить потребности людей, активно привлекаются иностранные авиаперевозчики. Работа ведется с Объединенными Арабскими Эмиратами, Сербией, Азербайджаном, Катаром. В ближайшее время ожидается открытие регулярных маршрутов Бишкек-Минск-Бишкек кыргызской компании. В Беларуси активно развивается телемедицина. Теперь для консультации с врачом не обязательно выходить из дома. Один очный прием все же необходим. Зато после него многие услуги можно будет получить дистанционно. Мониторинг, самочувствие пациента, консультации, постановка диагноза. Также станут возможны оформления электронного рецепта, выдача справки о состоянии здоровья и выписка из документов. В целях сохранения тайны парк высоких технологий уже разрабатывает специальное программное обеспечение. Спасатели все чаще вынуждены искать пропавших в лесах людей. С начала года в Беларуси зарегистрировано 96 случаев. МЧС выезжали для поиска 127 граждан, 25 из них дети. Нашли не всех. В связи с этим ведомством разработано мобильное приложение «Помощь рядом». Его можно скачать на любой телефон. Раздел «Что делать» дает алгоритм действий в подобных ситуациях. Главный шаг на пути к здоровью. В Беларуси продолжается массовая вакцинация. В четверг настала главная тема дня информирования. Обсудили ее с коммунальщиками 1-го майского района, предложили им сделать прививку прямо на рабочем месте. Что из этого вышло, расскажет Ольга Васинда. В Бобруйске единый день информирования. Основная локация – жилищное ремонтно-эксплуатационное управление 1-го майского района. Среди тем – пожарная безопасность, развитие системы здравоохранения, массовая вакцинация. Последнее, к слову, становится главной. «Рассказали, сколько человек заболело, какие методы есть. И то, что основной метод – это только прививка, которая может обезопасить нас и наших родственников в том числе». Для Лилии Скачок прививка – дело привычное. Каждый год женщина защищается от гриппа. Признается, желание вакцинироваться от COVID-19 появилось давно. Но поход в поликлинику все откладывала на потом. Когда предложили на работе, сразу согласилась – сегодня получает первый компонент от опасной болезни. «Я сразу же с первого почти дня решила, что были сомнения. И кто что говорил, кто за, кто был против. Но сейчас как пошел вообще еще какой-то новый этот вирус, все, я решила, что надо действовать». На коммунальном предприятии 1-го майского района медики впервые. В зале 43 человека. Специалисты делятся с пришедшими полезной информацией и отвечают на вопросы. В частности, врачи объясняют – для безопасности нас самих, наших родителей, детей, всех близких, действительно важно пойти и сделать прививку. Пока свой выбор в пользу вакцинации делают 50% работников. «Естественно, мы будем продолжать дальше, приглашать людей, потому что помещение немножко у нас маленькое. Тоже нужно соблюдать социальную дистанцию». Тем временем в Беларуси привито уже более 1 миллиона человек. Поликлиники, предприятия, рынки, торговые центры – мест, где можно получить прививку, достаточно. Стоит отметить, коллективный иммунитет сработает, если полный курс пройдут 70% населения. Ольга Васенда, Максим Галеонко, Андрей Богдан. Итоги недели. А теперь к жаркой во всех смыслах теме. Это лето дарит нам знойную погоду. Практически каждый день за 30, а также солнце – у Бобруча настоящий тепловой стресс. Так специалисты описывают аномальную, опасную для здоровья погоду. Многие не выдерживают, обращаются за медпомощью. Как спасаются люди и что советуют врачи? Узнала Карина Гуревич. От летнего зноя в Беларуси не спрятаться, не скрыться. У медиков горячая пора. Едва ли не каждый день пациенты с тепловыми травмами. Только с конца июня таких 200 человек. Каждому четвертому потребовалась госпитализация. Повышенная температура, учащенный пульс, головокружение и тошнота, жару – обычное дело. Больше страдают взрослые. Дети встречаются с врачами вдвое реже. Правило номер один, которое необходимо соблюдать – это избегать экстремально жарких температур. Это касается дневного времени суток, особенно с 11 часов до 5 часов дня. Необходимо брать воду с собой, отправляясь на прогулку, и выпивать не меньше полтора литра воды в день. Пить лучше маленькими глоточками. А уж то, что не нужно пить, так это точно алкоголь. К нему относятся и холодное пиво, газированные сладкие напитки также не помогут утолить жажду. Правильный рацион питания – тоже хорошее средство, чтобы легче переносить жару. Выбирайте легкие блюда – салаты из овощей и фруктов. Исключите острую и жирную еду. Хозяйкам стоит помнить – готовить – это энергозатратное занятие. Поэтому ей стоит заниматься утром или уже ближе к вечеру. На дачу я днем не выхожу. А приезжая в город, надо делать все свои вопросы, проблемы решать, поэтому выхожу. Ну а на даче как справляетесь, спасаетесь как? С 12 до 7 дома нахожусь в деревянном доме. Скажите, а как вы с жарой справляетесь в такую погоду? Коктейль молочный пью. Здравствуйте. Ну а вообще знаете, что в жару нельзя выходить на улицу? Все правила соблюдаете? Ну конечно. Загорать хожу с утра до 12. Уже 12 домой. Выходя на прогулку, отдайте предпочтение светлой одежде из натуральных тканей и открытой обуви. Про головной убор тоже забывать не стоит. Не лишним станет и солнцезащитный крем. Экстремальная жара, 36 градусов тепла продлится как минимум до выходных. Завтра по стране ожидаются ливни, град и усиление ветра. Максимальная скорость 20 метров в секунду. Комфортный плюс 25 стоит ждать лишь со следующей недели. Госавтоинспекция рекомендует автолюбителям следить за своим самочувствием и по возможности отказаться от дальних поездок. Лучше воспользоваться общественным транспортом. При высокой температуре воздуха водители быстрее утомляются. Их внимание рассеивается, а реакция значительно ухудшается. То же самое касаемо и транспортных средств. Не только к зимнему сезону, но и к летнему автомобиль нужно подготовить. Нужно проверить наличие охлаждающей жидкости в бачке. Все дороги сейчас ведут на пляж. Хочется быть поближе к воде. В Бобруйске, напомним, их четыре. Центральный в шестом микрорайоне санаторий «Шинник» и имени Ленина. Здесь созданы все условия для комфортного отдыха. Да, на песочке полежать можно, а вот поплавать с этим нужно повременить. С 28 июня в городе введен запрет на купание во всех реках и водоемах. Виновата найденная кишечная палочка. Специалисты обращают внимание. Бактерии этой группы могут стать причиной вспышек различных инфекций. Карина Гуревич, Максим Галеонко. Итоги недели. Бобруйские ихтиандры. Наши пловцы феерично выступили на Кубке Беларуси по плаванию. В копилке команды 40 медалей. В составе сборной 21 человек. Главная особенность турнира – инваспорт. Как становятся чемпионами, смотрите прямо сейчас. На дорожках спорткомплекса «Лесной» отрабатывают свое мастерство юные пловцы. Команда «Парабелл». В плане тренировки – различные упражнения. Для правильного дыхания, на выносливость, скорость. Все они – инваспортсмены. Для особенных ребят это не признак слабости, а вызов своим возможностям, с которыми они справляются на отлично. Доказал это и прошедший Кубок Беларуси. В копилке команды 40 медалей различного достоинства. Награды удалось завоевать в нескольких видах. Вольный стиль, брас, комплексное плавание. В программе турнира были заплывы на 50, 100 и 200 метров. У нас какая специфика есть? В каждой дисциплине выступают все спортсмены с инвалидностью, а это разные классы. Согласно паралимпийским требованиям у нас 14 классов. Это 10 опорников, 3 класса по зрению инвалиды и 1 класс – ментальники. Из этих 14 у нас в моей команде представлены 8 классов. Всего в команде 21 человек. Капитан – Кристина Ещик. Сплоченные и целеустремленные. Так она характеризует своих коллег по спортивному цеху. К слову, свои медали ребята получают лишь сегодня из рук своего тренера. Наверное, единственное соревнование, на котором я не волновалась. Я не знаю, с чем это связано, но я вообще стояла, все хорошо, прыгнул. Стоит отметить, Кубок Беларуси – это отборочный турнир. Быстрые секунды на воде могут стать билетом в национальную паралимпийскую команду. Ну а пока у пловцов подготовка к областным соревнованиям. Ольга Весенда, Максим Галеонко, Андрей Богдан. Итоги недели. Горят леса, открытая Москва и жесткая посадка. Пропавший с радара в Томской области самолет Ан-28 приземлился в тайге. Все ли живы? Далее обзор громких мировых заголовков. Более 130 человек погибли в результате наводнения на западе Германии. Пропавших без вести почти полторы тысячи. В стране объявлен режим военной катастрофы. Для поисков жертв используют вертолеты, грузовики и катера. Разбор завалов и восстановительные работы продолжаются. Но сотни людей до сих пор остаются без света, газа и мобильной связи. 17 человек, в том числе пятеро детей, пострадали в результате серии крупных ДТП в Румынии. На трассе Бухарест-Констанция столкнулись в общей сложности 55 автомобилей. Полиция перекрыла 3 километра дороги в сторону моря. Аварии произошли в условиях густого тумана, из-за которого видимость не превышала 50 метров. На месте происшествия работали пять десятков медицинских бригад. На фоне стабилизации уровня заболеваемости коронавирусом в Москве и Подмосковье отменяют обязательные QR-коды для кафе и ресторанов. При этом заведения могут сохранить безковидный режим. Вновь разрешены ночные зрелищно-развлекательные мероприятия в клубах, барах, короке и на дискотеках, если там соблюдаются противоэпидемические меры. А вот проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек по-прежнему запрещено, если организаторы не используют защитную систему. Пропавший с радаров в Томской области самолет Ан-28 совершил экстренную посадку в Таги. В результате опасного инцидента никто не погиб, двое человек, в том числе командир борта, были госпитализированы с переломами. Основной версией происшествия считают отказ обоих двигателей. С места происшествия людей эвакуировали на вертолетах МЧС. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. На греческом острове Самос борются пока безуспешно с масштабными лесными пожарами. Там действуют более сотни спасателей, 11 вертолетов и самолетов, эвакуированы туристы с ближайшего курорта и жители нескольких небольших поселков. В зеленом массиве возникло сразу несколько разрозненных очагов. Жаркая, сухая и ветреная погода лишь способствуют распространению огня. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Бобруськ-360 и я, Максим Кембель. Новая неделя, новые итоги. Увидимся. Новая неделя, новые итоги.